Богатство. Это Друва Махараджа. Никто больше него не хотел. Джигиасу. Это Шонако Риши. А Гьяни. Чатушина. Саны. Это четыре кумара. Ну, а ты, преданный, молится Кришне, делай то, что ты хочешь, поскольку все равно так оно и будет. Только, пожалуйста, притащи меня к твоим лотосным стопам. И преданный никогда не идет в противорез с желаниями Кришны. Иногда Кришна может, конечно, свою волю слегка подправить ради преданного. Но это, как правило, один процент. А в девяносто девяти процентах происходит то, что и должно произойти. И Хитопадеш говорит, что то, чему суждено, произойти, произойдет и по-другому произойти не может. Ну, да, Шилопада как-то сказала. Это не то, что я придумал. Это вот было сказано. Ну, да, если опаздываешь на Мангаларти, то можно сразу же идти из постели. Но, значит, ну, после Мангаларти нужно помыться. Ну, вот, и вот преданные, они вот уже там на молитву на Мангаларти, которые отправляются мыться. А также есть разные формы омовения. Есть омовение мантрой. А есть также омовение варуна-снана, омовение варуны. Ну, варуна-снана – это вот то, что мы моемся, собственно говоря. А есть также варуна-снана, то есть омовение вару воздухом. То есть омовение ветром. Ну, вот иногда во время Санкт-Киртана невозможно вымыть руки. И тогда подставляют руки ветру. Ну, это пример. То есть есть семь видов омовений. А есть дивия-снана, или божественное омовение. Это во время грибного дождя, когда идет дождь и светит солнце одновременно. А есть еще другие. Ну, вот я вот сейчас... Я вот четыре перечислил, а на самом деле их семь. Уже остальные не полю. Вот что-то такое. Ну, сейчас у нас лекция. Мы здесь остановимся, но будет парикрованку божеств. Кому нужно кушать, могут отправляться на завтрак. А остальные могут сделать парикрованку божеств. Хотели поблагодарить всех, кто терпел наше присутствие в течение последних двух дней. Это значит, что вы чрезвычайно тебя пиливы. Да. Наш лекция. ACC. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok